Я хочу сказать, что это будет очень практический вебинар, где, я думаю, будут какие-то вам данные полезные материалы по нашему ОНК. И начать я хочу с того, что покажу вам характеристики, некоторые характерные черты нынешнего поколения. Потому что для того, чтобы понять, насколько игра на уроке во время учебной деятельности важна для наших детей, надо знать, чем они отличаются от другого поколения, от предыдущего. А, наверное, вы и сами это не можете не заметить, часто мы это обсуждаем со своими коллегами, что нынешние дети очень отличаются от детей предыдущих, которых мы обучали, особенно это заметно тем, кто давно уже в школе работает. И, конечно, можно сетовать на то, что нынешнее поколение нас чем-то не устраивает, какими-то своими странностями. А можно просто учесть эти их особенности, среди которых много положительных, не только отрицательные какие-то характеристики. И использовать какие-то определенные приемы работы, которые помогут нам то, что положительного есть как-то развить дальше, то, что отрицательного есть как-то с этим это корректировать. И вот игра – это очень важный момент, который как раз и поможет нам справиться с этими нашими сложностями. Ну вот самая главная, конечно, их характеристика – это то, что они хорошо разбираются в современных даджетах и цифровой технологии. Об этом поколении говорят, что они родились уже с кнопочкой на пальце, потому что это первое поколение, которое родилось в век цифровой революции. То есть это дети, примерно родившиеся, начиная с 2000 года, и это поколение продолжается до 2020 года. Это примерные рамки, потому что за рубежом, допустим, где цифровая революция, раньше начались эти рамки немножко сдвинутые. Ну и все остальные характеристики вытекают, в общем-то, из этой главной, наверное. Они успешнее воспринимают знания, которые имеют, по их мнению, практическое значение. Они вообще воспринимают те знания, которые считают, что им пригодятся, потому что очень ценят время и не хотят его тратить при таком огромном избытке информации, которую они получают, на какие-то вещи, которые им могут не пригодиться. И вот такое интересное сравнение, что современный ребенок пятилетнего возраста имеет доступ к информации, к объему информации, который равен той информации, которую его бабушка и дедушка получили за всю свою жизнь. Еще одна характеристика – это то, что дети обладают так называемым клиповым мышлением, от английского слова «клип». То есть они лучше понимают образы, чем слова. Если мы еще скажем, что наши дети младшего возраста, начальной школы, мы уже об этом говорили в наших вебинарах по чтению, обучению чтению, они правополушарные, то есть у них лучше развитое воображение, чем логика в этом возрасте, то понятно, почему они вот эту информацию воспринимают такими образами, импульсами, какими-то яркими вспышками. Еще одной чертой этого поколения является то, что они, в общем-то, индивидуалисты и самодостаточны, и разозвитым таким чувством эгоцентризма, наверняка мы на своих учениках это тоже почувствовали, когда они хотят обязательно ответить первыми или что-то сделать первыми, первыми добежать до класса, первыми сесть на стул, таких даже вещей доходит, первыми ответить, выкрепнуть. Это тоже, в общем-то, характеристика нынешнего поколения, потому что они привыкли больше общаться виртуально, это уже не больше касается старшего возраста, подростков, чем друг с другом. Еще одна черта, они не мотивированы запоминать материал, так как все можно найти в интернете, то есть если объяснение материала занимает слишком много времени, они отключаются, они не наслаждаются этим процессом, они потом ищут то же самое в интернете. И вот здесь как раз тоже игра может нам очень помочь, и я потом дальше покажу, как она нас выручает вот в этом плане. Ну и то, что они гиперактивны и интерпеливы, это тоже известно, есть этот синдром гиперактивности и неустойчивости внимания, наверняка у вас есть такие дети, которые очень быстро устают. Говорят, что сейчас Microsoft провел такое исследование, что внимание ребенок может удерживать на одном объекте не более 8 секунд. И понятно, что особенно младшим школьникам очень трудно долго выполнять одно и то же упражнение, какие-то скучные, по их мнению, упражнения. И вот эта гиперактивность и их нетерпеливость очень может быть погашена, если можно так сказать, или наоборот, использована, если мы включаем определенного рода игры. Ну вот и неустойчивость внимания идет отсюда же. И вот сейчас мы попробуем, я попробую вам пояснить и показать те примеры игр, которые как раз и помогают нам сделать процесс обучения для вот таких детей более интересным, разнообразным, которые показывают, что помимо учебных упражнений можно выполнять и упражнения с какими-то интересными занимательными элементами. И игры, конечно, тоже здесь займут большое место. Я попыталась вот все те игры, которые у нас есть в нашем учебно-металлическом комплекте, как-то разбить на определенные группы. Ну, думаю, что вам это поможет как-то более осмысленно их использовать. Для себя очень многое что-то еще нашла, пока готовилась к этому вебинару, потому что какие-то игры уже забываются. Какие-то нашла в статьях учителей, я очень вам за это благодарна, что они делятся с нами своим опытом. Если у вас тоже есть какой-то опыт и в этом вопросе, и в других, пожалуйста, тоже не будете делиться, это очень важно. Я очень люблю эту цитатуру, всегда я привожу, когда мы говорим об играх. Я думаю, что никакого большого особого теоретического обоснования важности игры после такой цитаты не нужно, потому что для детей игра это тоже работа, но это работа в увлекательной форме, это работа, которая их мотивирует на то, чтобы что-то выучить. И я думаю, что вы это сейчас поймете. Итак, первая группа упражнений и игр – это упражнения, которые связаны со словами, с лексикой, с изучением лексики. Таких упражнений у нас очень много во всех наших компонентах. Я здесь не буду отдельно акцентировать внимание, откуда именно взяты эти упражнения, эти игры. Я просто скажу, что источником является наш учебник, рабочая тетрадь, сборник упражнений, грамматический тренажер, который у нас существует, есть в наличии. И потом еще вы увидите некоторые игры, которые взяты с цифровых носителей. Итак, вот очень любимые детьми упражнения, когда они ищут слова по определенной теме. Причем эти упражнения могут быть более сложными, более простыми. Можно эти слова вверху вынести, дети ищут, если они только в начале еще пути своего изучения языка, они ищут те слова, которые вынесены в задание. Если уже дети немножко на более продвинутом уровне, можно обозначить тему, рисунок, как здесь, помочь им. И тогда поиск будет проходить успешнее. Можно в разных направлениях писать слова, как вы знаете, слева направо и сверху вниз. Это, наверное, самый простой способ. Можно писать диагонально, можно писать слова, которые читаются снизу вверх и так далее. Такие же из сборника упражнений даются слова, которые вы видите во втором упражнении. Как раз слова, они более сложные, наверное, длинные, выписаны. И искать их будет несколько легче. А вот уже в упражнении нижнем, вы видите, здесь более сложные направления. Найти слова, конечно, в таких квадратах сложнее, когда они читаются не только сверху вниз, но и слева направо. Вторая игра, которая тоже очень популярна, это игра бинго, которую можно проводить по-разному. Но вот если мы берем пустые квадраты, то мы просим детей самих писать тогда слова по какой-то теме. А затем по этой же теме, зная, каким набором слов дети обладают, вы пикили эти слова. И те, кто попадет с нами в один список и вычеркнет эти слова первым, будут победителем. Победители кричат бинго. Либо мы можем дать уже готовые листки детям с бинго, как вот здесь показано. И для этого они должны зачеркнуть два слова, чтобы не было у всех одинакового момента окончания игры. И в данном случае мы можем называть слова либо по-русски, когда дети должны их найти. Это фактически упражнение чтения, очень важная речевая деятельность, которая позволяет детям потренироваться в чтении слов на какую-то тему, вот в такой игровой форме. И если вы практикуете эту форму, если вам нравятся вашим детям такие игры, то вот я вам рекомендую такой генератор как раз игры бинго и игры по поиску «Сочезвод», которые вы по этому адресу можете найти и там уже впечатывать самостоятельно, если у вас появится такая необходимость или желание, слова по своей собственной теме, по любой теме, любые слова, в любом порядке вы можете запрограммировать так, чтобы они читались. Это, мне кажется, очень полезный и хороший помощник для учителей, вот этот так называемый Game & Puzzle Generator. Вот я вам привела здесь пример, как делает этот генератор вот такие упражнения. Вот я ввела там, где специальная графа, вы вводите те слова, которые вам нужны, а потом получаете вот в таком виде этот квадратик и квадратик с ответами. Очень полезная вещь, очень рекомендую. Еще один вид работы со словом – это расшифрой слова. Это «Sprime Boot Word» так называемый, когда перепутаны буквы, иногда бывают перепутаны ее предложения, слова в предложении, где дети вот уже либо с подсказкой какой-то, ну в данном случае вы видите подсказка из учебника упражнений в виде форм продуктов, которые там зашифрованы, либо им дается тема, которую они сейчас изучают слова по теме тоже, либо рисунки, как вы видите, либо вот в данном случае последним это конкурс стран, который здесь зашифрован, то есть четвертый класс идет. Вот в таких различных упражнениях это упражнения опять-таки на чтение, дети здесь их вспоминают, подпишутся слова, они не должны перепутать порядок букв в этих словах, и это повторение лексики, которые они проходят. Вот такие тоже упражнения даны у нас и в сборнике, и в данном случае они числа расшифровывают, это могут быть предметы мебели какие-то, это могут быть и слова по теме, которые в данном случае проходят какие-то не на одну тему, и глаголы, я имею в виду глаголы, существительные, могут быть перемешаны, но факт тот, что они выполняют одну и ту же задачу, они пытаются из перемешанных букв составить слово, для этого они должны знать, как это слово пишется, это тоже очень важно. Ну и для того, чтобы тоже вы могли создавать и такие упражнения, вот здесь вы видите и предложения можно, в словах предложения, как я говорила, можно мешать и буквы, вот еще один генератор, называется Freeware Scramble Maker, это уже на другом сайте visitteacher.org, очень полезный, кстати, сайт во всех отношениях, там очень много полезных материалов для учителя, work sheets, вы видите, здесь идет анонс, таблички такие articles, posters, но вот эти генераторы, эти средства, с помощью которых можно составлять вот такие интересные задания, пожалуйста, они в вашем распоряжении, и это можно делать в неограниченном количестве. Кроссворды. Мы начинаем с самого простого, вот вы видите, первый кроссворд, с которым встречаются дети, такой упрощенный, когда нужно просто писать недостающие слова с помощью рисунка, они угадывают, что это за объект, и далее вот сверху внизу у них получится слово тоже, которое они знают уже с ней. Либо кроссворды с помощью картинок, когда дети вписывают слова, как вы здесь видите, и когда они уже более взрослые, у них уже больше запас слов, можно усложнять эти кроссворды, они у нас уже усложняются, когда уже, как вы видите, в последнем кроссворде описываются, даются писательные эти слова, и дети в них угадывают, что это за слово. Кстати, вот я сейчас уже вспомнила по ходу дела, я здесь эту игру не привожу, у нас очень популярна в школе уже давно и с младшими детьми, и со старшими игра, которая называется «Шляпа», она в принципе вот так же построена на тех же правилах, когда ребенок вытягивает из шляпы, поэтому называется шляпа, листочек с напечатанным словом на какой-то теме, он должен это слово не показать, а объяснить либо через синоним, либо через антоним, либо через описатель, дать дефиницию этого слова. Конечно, это сложно, но с маленькими детьми можно начинать с самых простых слов, и эта игра очень хороша, потому что она дает детям возможность фонтанно говорить, искать какие-то варианты, как объяснить это слово, очень рекомендую. Вот еще примеры, да, сворбов, которые есть у нас в учебнике, которые связаны и со словами, и с числителями, даже с решением примеров, где привлекаются еще знания математики малышей. Ну вот как раз те вещи, про которые я говорила, когда дается дефиниция какого-то предмета, и дети должны догадаться, что это за существительное, которое описано. Еще одна очень интересная игра, которая у нас тоже в разных видах существует, и дети тоже всегда с удовольствием выполняют эти задания, это под общим названием используют шифры, use the code. Эти шифры бывают разные. Вот в данном первом упражнении дети говорят о любимой еде. Сначала они смотрят, кто расшифровывает, кто из героев упражнений третьего, что любят, есть. Это аналогия нашего морского боя, как вы, наверное, уже поняли. А потом они сами зашифровывают четвертого упражнения. Now I can not look about yourself and your family, use the code. Вот они пишут, что любят они, что любят их родители, и расшифровывают друг у друга. Можно парную работу сделать или еще какое-то видео провести. Или вот, например, целые предложения могут отрабатываться с помощью вот этих кодов, когда записываем мы какие-то глаголы. В данном случае одежду тема отрабатывается, а дети должны сказать, что носит каждый герой, или девочки-мальчики внизу, расшифровывая вот эти коды. И вот вы видите, B1, Peter, he is wearing a brown coat. Это можно найти по этим кодам. Вот, пожалуйста, примеры, которые показывают, что здесь можно отрабатывать совершенно разные структуры и предлоги в данном случае, в упражнении третьем, говорим, где находятся вещи, где находятся игрушки в следующем тоже упражнении. И вот еще раз, возвращаясь к теме и дашь в упражнении, я тоже немножко другой код, когда к одной букве соответствует, здесь на самом деле один пакет идет в прямом порядке, а другой в обратном. И вот каким образом зашифровываются буквы. И потом ребята тоже откладывают, какие здесь виды продуктов зашифрованы, и говорят об этом сами зашифровываются, говорят о любимых продуктах своей семьи, например, и себя, о любимых продуктах. Ну и вот я вам хочу перекомендовать очень интересную идею, которую я получаю от новой статьи Анастасии Покидовой. Там есть ссылочка, и дальше еще будут ссылочки на эту статью, которая тоже про игру. Тоже морской лон, она немножечко по-другому это представила. То есть вы видите, что слева написаны у нас предметы мебели, справа написаны цвет. Это тот самый начал, когда дети уже знают цвета, и это самый первый модуль второго класса. И они сами помещают туда, ну как бы у нас приняты корабли, да, и друг у друга должны подгадать. Например, если они имеют один из своих кораблей, и соперник чистый вот такой листочек, он вызывает какой-то координаты какие-то, white bus, ну и попал или не попал. В данном случае white bus будет попадание, а на получивании black chair это будет мимо. Вот такую игру тоже можно провести. А можно уже с целыми предложениями. Например, как во втором варианте, когда ребенок берет верхний строк какого-то члена семьи, это уже посложнее, когда они уже проходят present continuous, и говорят, кто где находится. Ой, извините, не present continuous, а в тревоге и комнаты. И говорят, где кто находится. Ну вот, например, если скажет ребенок, Mommy is in the bedroom, он попал. Grandpa is in the garden, попал. А если скажет, Brother is in the house, уже будет мимо. Вот мне эта идея очень понравилась, и я вот ее в ближайшие дни тоже попробую с какими-то, можно другими словами уже провести практику. Следующая игра со словами это цепочки слов или анаграмм. Тоже известные игры. Это очень тоже хорошее упражнение для чтения. Это опять-таки вносит какое-то разнообразие, элемент соревнования, элемент игры. Когда вы предлагаете детям одинаковые листочки вот с этими цепочками, предлагаете, кто первый, кто первый отделит все слова и найдет там общинальное количество слов. Допустим, тоже на самом деле. Это очень хорошее упражнение. Чтение. Надо сказать, что уж не такое нелегкое для некоторых бывает детей. Для того, чтобы правильно его выполнить, надо, конечно, внимательно читать. Из нас слова пишутся, где там, думаю, и есть. Здесь иногда они тоже тормозят и детишки. Или вот, допустим, нижние в виде цепочки. Такой, как сказать, заговор. Даже не знаю, как это сказать. Спиральная, наверное, в такой цепочке. Можешь послажен, наверное, где-то придете с этим упражнением. И вот упражнение с анаграммами. Когда из данных букв, здесь вообще-то зашифрованы определенные слова, которые они уже изучали, одежда, дети должны составить 8 слов. И они все составляются, используя букву в одном слове дважды, их здесь две. А так вообще каждая буква может использоваться только один раз. И вот такие упражнения на анаграмму вы можете делать с любыми словами. Это несложно их, в общем-то, все быстренько организовать. Но зато это достаточно тоже интересно. И опять-таки это есть хорошее упражнение чтения. Это игра у нас дается в учебнике, но в принципе ее можно проводить с любыми, в любом месте, просто в классе, когда вы называете какие-то предметы. Но опять-таки неявно. Дети, дядя на картинку, должны сказать, отгадывать, что по их мнению вы загадали. А уже когда детишки читать, лучше умеют читать, можно более сложно, когда вы говорите и называете букву, с которой начинают, либо звук, с которого начинается данное слово. А потом уже дети сами называются, быть ведущими, и сами загадывают вот такие вещи. Это очень хорошая тоже тренировка в игровой форме различных структур и лексики. Мозговой штурм, так называемый brainstorm. Тоже очень хорошее упражнение, когда ребята работают либо в группах, либо со своим партнером по парте. И здесь, как правило, ограничивается время, когда им ограниченное время, нужно что-то вспомнить. Это может быть, как в данном случае, write in your notebook the names of three animals, that, это, когда тема животные будут проходить, ребятки, can swim, have got two legs и так далее. Это упражнение и на чтение, это упражнение и на запрепленные лексики по этой теме. И вот еще одно упражнение, которое очень большой такой объем материалов, это в начале года они после лета повторяют. Здесь нужно тоже разные вспомнить области, которые, слова по разным, в разных областях, которые они изучают на продолжение будущего года. Здесь и члены семьи, и какие-то предметы, и школьные предметы, и цвета, и так далее. Это тоже полезная работа на то, чтобы дети напряглись и в определенное ограниченное время становились то, что они изучали ранее. Игры с картинками и карточками. Вот если вы помните, дети погонения Z, это дети-визуалы, дети, которым лучше увидеть, чем прочитать или услышать. И, конечно, лучше и увидеть, и прочитать, и услышать, тогда еще лучше запомнить. Но вот такие яркие образы и картинки, они очень помогают, конечно, запоминанию, и привлекают детей. Вот когда мы вводим лексику, вводим ее сначала, говоря, называя это слово, произнося его, показывая картинку, потом уже добавляя графический образ, когда дети уже запомнят, что это за предмет изображен, то вот с этими карточками, которые у нас есть на сайте, в авторской рубрике, на авторской страничке Let Me Share, они все в наличии каждому учебнику, каждому модулю, каждой единице, и лексической, и графической, все эти слова есть. С ними можно проводить очень много разных игр. Ну, вот самая простая, когда мы отрабатываем слова, это когда дети одни получают рисунки, другие получают слова, и когда вы называете это слово, они должны быстренько выбежать, причем слово называть надо по-английски, чтобы они узнавали это слово и прочитали его на карточке, выбежать вместе в паре и вместе прочитать то, что у них получилось. Можно делать очень много разных вещей, например, я когда повторяю слова, я просто выкладываю карточки со словами, графически написанными, на стол рубашками вниз, и ребята выходят, вытягивают по нескольку слов и читают, это тоже своеобразно выбирает, это не просто чтение из учебника слов, это как эта новая форма, которая их всегда привлекает, всегда что-то новое, интересное. Вот такие тоже моменты, когда они проходят, допустим, озвучивают буквы, изучают буквы на звуковой связи, тоже можно очень много разных игр проводить, разрезаются эти буковки, разрезаются эти картинки, они могут на парте сидеть, составлять, составлять картинку с буквой, могут учиться буковки по очереди, раскладывать в луковитном порядке. В общем, тоже здесь очень много интересных моментов, которые мы думаем идти играть с детьми. Картинки можно использовать вот таким образом, как здесь показано, я хочу сказать, что все эти игры, которые взяты из учебника, вот с его, они все взяты из учебника, они все описаны у нас, не для учителя, в том уроке, в котором эта игра находится. Поэтому, если у вас какие-то, есть сомнения, как именно в эту игру играть, то просто откроется, нужно этот урок, это упражнение посмотреть, и там подробное описание обязательно будет. Ну вот здесь они вытягивают картинку по теме еда, и говорят, нравится мне или не нравится этот продукт, который попался на картинке. И каждая игра какие-то свои здесь имеет правила. Вот в картинке вытягивает животное игол и говорит, умеет или не умеет это делать данное животное ребенок. И если у нас тема семья, то дети приносят фотографии, с этой фотографией задают другой вопрос, это тоже уже какое-то занимательное упражнение, потому что детям интересно знать, они пытаются угадать, кто это изображен здесь, какой из членов семьи. Еще возможность с карточками такая есть. Когда вы составляете какое-то предложение, это может быть и прозвание континьис, это может быть предложение скэн, это может быть любое предложение, любая структура, которую дети проходят, с какими-то предлогами, когда они получают различные карточки, дальше пытаются друг другом, сопоставляя свои карточки, составить какое-то предложение, которое будет правильно оформлено. Или вот, допустим, упражнение нижнее, когда ребята получают карточки разного порядка, то есть на одних из них какая-то характеристика внешности, а другое предложение, тоже когда они в прошедшее время отрабатываются, показывает, что вот таким, допустим, ростом можно было сделать, с кем можно было быть. И вот, пожалуйста, «John was very tall» и нашлась пара. «He was in the basketball team». И варианты, которые можно здесь прорабатывать, даете тоже книги для учителей, вам только нужно распечатать эти группы слов, и дети могут уже играть. И опять-таки здесь можно вдумать разные другие основы на этой идее, разные другие карточки. Ну, тоже здесь можно организовать игру вот по такой картинке, это из учебника тоже, что любят делать робби. И это можно сделать командной игрой, какая команда скажет больше предложений. Это может быть игра фронтальная, когда победителем будет тот, кто скажет последнее предложение, уже после него никто ничего здесь не сможет обнаружить. Таким образом, отрабатываем гоматическую структуру, третье лицо, единственное число, произойдет цимпл, где дети, как вы знаете, делают очень много ошибок, забывают вставить окончание «с». Вот эти карточки, если вы работаете с нашим учебником, вы знаете, что они помещены в рабочую, извините, в книгу для учителя. И это карточки второго класса, это карточки к каждому модулю, и они могут тоже быть использованы в различных упражнениях. Вот как здесь написано, с их помощью могут отрабатываться материал модуля, проверяется понимание песенок, когда дети слышат то или иное слово, поднимают эту карточку. Их можно применять в различных играх, которые тоже, в общем-то, описаны в учебнике, в книге для учителя, есть в учебнике. Ну, вот, например, с этими карточками можно игру «Снэп» проводить, когда у каждого ребенка есть набор карточек по одному, допустим, модулю в перемешанной, и они вынимают эти карточки, одновременно показывают картинки, и когда у них совпадают эти картинки, они говорят «Снэп», эту пару выкидывают. Таким образом повторяют уже слова. Либо можно играть и в бинго, то есть уже не писать слова, например, а взяв по определенному количеству картинок на одну тему, но две картинки, одну картинку повернуть рубашкой вниз, чтобы, опять-таки, не было одновременного окончания этой игры, чтобы дети были разные, но все-таки набор этих карточек, и вот тоже выкрикивают учитель слова, и дети должны перевернуть все карточки, и тот, кто первым это сделает, он включит в бинго. Есть такие же карточки в четвертой классе, но по одной теме, это тема профессии, когда тоже в эту же игру играют ребятки, у одного набор картинок с профессиями, у другого набор картинок с теми помещениями, где люди этих профессий работают, и когда совпадают профессии и то место, где человек работает, это тоже пара считается, говорится, снаб, и эта пара выкидывается. Картинки могут помогать и развивать такие учебные, такие манесительные операции, как сравнить, увидеть, что общего, что отличает эти картинки, и даются какие-то структуры, по этим структурам дети эти картинки сравнивают. Вы видите, что начинается самое простое, вот справа эта картинка, второй класс, когда дети еще структурами, предложениями не очень хорошо владеют, а потом уже идут и более сложные предложения с какими-то структурами, в данном случае present continuous, когда они говорят, во что одета пара на верхнем рисунке, на верхней картинке, во что одета пара на нижней картинке. Или когда на нижнем упражнении, нижнем упражнении отрабатывается структура have got it, has got it, или hasn't, в отрицательной форме детки, тоже говорят у кого, у одного есть, у другого нет. Ну вот здесь тоже, тоже с рабочей тетради, смысл тот же самый, отрабатывается структура has got it, еще и множественное число существительных, не заправленные, что вы не должны правильно сказать. Пиш, шип, это те слова, которые не проходят, исключение, малость тоже. И вот еще одна игра с карточками, которую тоже я нашла в статье, Анастасия Попидовой, вот она здесь приведена, название приведена, ссылочка, если вы захотите, вы можете по этой ссылочке пройти, всю статью прочитать. Эту игру очень хорошо проводить, тоже на повторение, либо в начале года, либо в конце года, когда берется вот набор таких карточек, на них написаны какие-то задания, ну, это можно как фанта рассматривать, наверное, называется она name swing, и если там написано, допустим, ну, из-за того, любого отборта завершили, значит, ребята должны назвать три предлога. Если написано animals that can't swim, значит, они должны назвать три животных, которые имеют плату, ну и так далее. То есть, вы видите, здесь очень много разных заданий, если, может быть, детки не очень сильные, можно эти задания написать и по-русски, или это зависит от того года обучения, которому эти, вы делаете карточки, но это очень действительно хорошие. Вообще карточки очень удобный способ ребят заставить работать в группе, и сразу очень много людей в эту группу вовлечь. Можно сесть за стол кругом, и ребята по очереди вытаскивают эту карточку свою и отвечают. Другие могут им что-то подсказать, что-то помочь, и таким образом, в общем-то, все вовлечены, и игра проходит в такой непривычной форме и достаточно весело. Еще одна тоже игра взята оттуда же, которая называется «Бэнн». То есть, ребята карточками пользуются, здесь есть карточка с картинкой, есть карточка, как вы видите, с словом каким-то, и есть карточка со словом «бэнн». Значит, если выпадает картинка, ребятам надо назвать слово по-английски. Если выпадает слово, его нужно прочесть, здесь оптимировка чтения перевести. А при правильном ответе за то и другое дети получают по одному баллу. А если выпадает карточка «Бэнн», то все накупленные баллы стараются. Вот такая тоже интересная игра на чтение, на повторение лексики. Опять-таки, вы эти карточки можете сделать по любой теме. Если у меня освободится время, я, возможно, это сделаю сама, и это еще тоже на своей страничке «Летний шея». Тогда все смогут пользоваться этим. Пока такой возможности не имеют. Вот еще одна группа игр, которую можно назвать условно «отгадай, гэс». Когда, надо сказать, что дети очень любят отгадывать, здесь тоже может быть загадано что угодно. Ну, в первом случае описывается внешность, это когда мы проходим тему внешности игрушки, и нужно отгадать, о ком идет речь. Это может быть и член группы, кто-то из группы ребят. Учитель может описать, или сам ребенок. Тоже они очень любят друг друга отгадывать, кого загадали. Это может быть животное, как вот в следующих упражнениях. Или вот как упражнение лево-нижнее, это просто небольшой такой, такая загадка «I can run», для детишек второго класса, конечно, тоже, в общем-то, проблема, которую они должны отгадать, решить. Ну и последнее рисуночек, вот карточек, это седьмое упражнение, чтобы так сориентироваться. Это ребенок говорит, что у него есть в доме, как-то описывает этот предмет, и вот его товарищи должны отгадать, что это. «I have two of them in my house. They are blue». Мы не знаем, о чем говорит этот ребенок, но это может быть что угодно. Может быть, это стулья, а может быть, это еще что-то. Вот так ребята загадывают какие-то предметы, которые находятся в их комнате. Мимика очень помогает ребятам в игре, когда их просят что-нибудь. Либо учитель говорит что-то, и дети это изображают, движения какие-то или мимикой, как вот здесь есть такие примеры. Ребенок изображает свои чувства по поводу чего-то, это проходит глагол was, were в прошедшем времени. «You are angry yesterday?» «Yes, I was». Или наоборот, «No, I wasn't», если это чувство не угодно, они как раз проходят эти слова. «Angry, were» и так далее. «Happy, said» они уже знают слова. То есть они могут показать мимика, разные свои переживания, чувства. Или, допустим, изображают какое-то действие, и тоже дети отгадывают. «Do you like dancing?» «Yes, I do» или «No, I don't». Это когда мы на тропах в структуру с глаголом «like» «gazin simple». Или вот какое-то действие ребят что-то делает и отгадывает товарищей, какое действие происходящее в данный момент. То есть «Persing Continuous» здесь изображено. «You are sling». Еще несколько игр, которые тоже, в общем-то, нацелены на то, что ребята что-то отгадали. Вот в первом упражнении в левом верхнем они сейчас потороплюсь. Они должны отгадать, называя буквы алфавита, кто это. В пятом упражнении под номером «Переду» какие предметы там находятся. В шестом «Что кто делал?» Вечериную все эти упражнения тоже на то, чтобы что-то отгадать. «Слушай и делай». Если я следующий немножко секрет, а еще можно? Ладно, сейчас заканчиваю. Сколько у меня еще? Пять минут можно? Пять, хорошо. Вот как разговаривалось, потому что игры-то очень интересные. Итак, еще такие упражнения, которые используют естественный потребный детей в движении. У нас такие есть песенки, чанты. Это тоже, в общем-то, игра, когда дети могут пошевелиться, подвигаться на уроке. А именно у нас есть учебники, такие песенки. Вот, пожалуйста, дети это делают. Можно это сопроводить с поделками, когда дети делают себе маски или какие-то папыц, и поют эти песенки с этими предметами, которые тоже шаблонны. Есть у нас книги для учителей и рабочие тетрадки. Вот иллюстрация учителей, которые нам присылали, как для детей это получается. Тоже игра «Продемонстрируй моду». Есть у нас это все в рабочей тетради. Дети могут выразить эти уже готовые предметы одежды, рассказать, что надеты на них герои, либо сами тестуют такие вещи. Опять-таки, вот, всякие поделки, которые тоже разнообразят как-то урок. И вот, допустим, этот телефончик поможет, какие-то слова, они играют в этот телефон, но произносят через этот телефон английские слова, которые они знают и повторяют их. Ну и подвижные игры, которые, конечно, наверное, не очень удобно проводить в классе, но если такая возможность есть, это очень хорошая тоже такая фестивная минутка, вы знаете, что малышам очень нужно, очень полезно для них время от времени двигаться. И вот эти упражнения, эти игры, которые тоже описаны все у нас в книге для учителя, можно проводить. Simon Says, это когда дети выполняют, это вообще очень просто делают на каждом даже уроке, когда слова Simon Says, Chattel Says, Nelly Says, какой угодно герой says, дети выполняют команду, а если эти слова перед командой не произносятся, то они их не выполняют. Это тоже хорошая фестивная минутка. Игры, тренирующие память, вы наверняка их знаете. Это снежный кум, когда повторяют, либо слово одно за другим, и цепочка такая составляется, либо целые предложения. Тоже очень полезная игра для тренировки памяти. Вот такая игра, когда убирается одно слово, и дети должны сказать, какое слово исчезло. Это чтение, это игра. Они тоже с удовольствием для этого упражнения управляют. Ну и настольные игры, которые есть и на нашем сайте, вот в частности ABC Board Game, который называется. Есть рабочие тетради, эти игры, которые тоже, с одной стороны, помогают освоить материал модуля, и с другой стороны, они детям дают немножечко расслабиться и поиграть интересно. И такие же игры есть у нас на нашем приложении, где можно играть командами. Это все зависит от того, какое у вас есть в ближайшее время, если у вас приложение, лентер активной доски. Вот это игра оттуда. Дети очень любят командами играть, помогать друг другу. Вот иллюстрация того, как они это делают. Разыгрывание диалогов и ситуация, приближенная к жизни. Это тоже игра идет, когда мы представляем, что мы находимся либо в магазине, либо в гостях, и знакомимся с кем-то. Это тоже, в общем-то, отвечает интересам поколения З, которые хотят получать знания, которые они могут применить в практике. И вот таких диалогов, таких обстоятельствах, очень жизненных, реальных у нас много. Ну и прочие задания, которые я уже не знала, как охарактеризовать, но которые тоже имеют какой-то элемент, такой интересный. Либо они слушают и должны найти детективы, это тема. Они детективы, и должны найти вора, в родителя, это тема внешности. Либо вот математические какие-то они задачки решают, либо вот тоже интересные внизу упражнения, когда задействуются левое и правое полушария. То есть один ребенок называет цвет, другой ребенок читает слово. Достаточно сложное упражнение. Ну и вот, что я часто тоже использую на уроках, это вот этот куш-бул, в котором можно какие угодно делать, проводить упражнения в другом форме, когда вы им бросаете, либо называете звук, а не он слова на этот звук, либо уже когда постарше, вы можете бросать, допустим, числительное количество на нем вам порядковое, либо форму глаголов тренировать. В общем, в любом случае происходит какое-то движение, и дети тоже это всегда делают с интересом. Или кубики бросают, это второй класс, когда ведущий должен прочесть команду, а дети ее выполняют. Ну и вот эти игры вы можете найти все, еще раз повторю, в банке книги для учителей, их описание, причем они вот как таким общим списком идут, поясняются, что это за игры, так и в каждом уроке вы можете найти вот такой раздел, либо если осталось время, если у вас действительно досталось время, то всегда на это время какая-то либо игра, либо какое-то интересное задание у вас найдется в учебнике, у вас найдется в уроке, в книге для учителя. Ну и DVD-ROM, это уже для индивидуальной работы ребенка дома, это тоже очень интересное и полезное, и отличающее интересное поколение Z, они любят играть в компьютерные игры. Вот такой тренажер, где можно потренировать автоматические формы и слова. Ну вот, наверное, все. Здесь у меня подведены итоги, все-таки, можете потом почитать, тогда уже сами, наверное, да, какую пользу приносит игра, ну в принципе здесь уже, наверное, и так понятно, что она действительно, во-первых, увлекает всех детей, независимо от их успешности, потому что очень часто зависит победа не только от того, насколько знает ребенок материал, но и от удачи, от сообразительности в данный момент. Стеснительность позволяет детям преодолеть языковой барьер, потому что часто из команды, допустим, если это команда, игра, ребята помогают. Дает возможность для учителя многократно повторять речевой материал, увлекательный полный, мы уже говорили, что дети поколения не любят повторять одно и то же, а в такой форме они готовы это делать. Ну, ситуации, вот мы говорили про диалоги, они могут быть подвижены к реальному речевому общению, это очень полезно, и, ну, учат детей взаимодействовать, мы знаем, что у них эти качества тоже не очень хорошо развиты в данном возрасте. Все. Спасибо за внимание. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok